Продолжаем смотреть на ситуацию с технической точки зрения. Что мы видим? Закрепляемся в районе 6500 долларов. Однако, есть несколько моментов. Во-первых, такая штука как Bolliger Bands. Вы видите, что сейчас на дневном таймфрейме мы ушли далеко вниз и по-прежнему находимся вне этой зоны. И поэтому, как бы, велика более вероятность того, что мы вернемся туда, в эту зону. И ближайшие это 5700-5800. Но, как вы знаете, это не всегда работает. Хотя, вот, исторические Bolliger Bands дневные вполне себе неплохо отыгрывали. И те случаи, когда они были уже совсем не исполнялись, это вот, смотрите. Вот, скажем, у нас был пробой вот здесь вот на пике в декабре. То есть, вот был пик. Здесь мы уже совсем были высоко. И вот пошли вниз. То есть, после того, как мы пробиваем Bolliger Bands заметно в ту или иную сторону, мы начинаем уходить в противоположную сторону. И это, кстати, тоже было связано с большим RSI. То есть, сейчас мы пока еще не пробили их так уж низко, как раньше. Но, как бы, все достаточно близко идет к тому. И если RSI у нас также будет держаться еще ниже, вот видите, как там был RSI очень высоко, вот тут RSI очень низко, если мы еще чуть-чуть пройдем ниже, то вполне возможно через какое-то ближайшее время мы вернемся назад. И это будет окончанием вот этого резкого падения, которое последовало за вот таким вот длительным, медленным падением. То есть, в принципе, это говорит о том, что вот мы достигаем дна. Второй момент. Это то, что на протяжении долгего времени я говорил, что смотрите, сколько мы копимся вот в этом диапазоне. И, в принципе, каждый раз, когда мы подходили к уровню 6000, мы предположительно докупали большое количество монет. И только потом продавали часть из них, скорее всего, часть оставалась аккумулированной. Так вот, я говорил, смотрите, какая длинная аккумуляция. Зачем нам уходить вниз после этой аккумуляции? Я до сих пор придерживаюсь того же мнения. Однако я говорил, что возможно мы уйдем вниз, но только для того, чтобы выбросить всех тех, кто ожидает движения вверх. И это состояние внизу не будет достаточно долгим, что, скорее всего, мы уйдем наверх весьма быстро, после того, как все испугаются и не остальные выйдут из рынка. Ну, как все, большинство, когда рынок будет в оптимальном состоянии для движения вверх. И здесь смотрите, что происходит. С одной стороны, допустим, что мы здесь набирали позиции на продажу. Тогда здесь мы должны докупиться, по идее, и пойти наверх. Если мы здесь покупали позиции на покупку, то мы должны будем остаться здесь на какой-то очень короткий промежуток времени и только потом уйти уже выше того же уровня, где мы копили здесь. Другое дело, что так как вот этот промежуток времени накопления очень был длительным, то вот этот объем, конечно, недостаточно для того, чтобы разгрузить вот эти короткие позиции. И либо нам необходимо уйти значительно ниже, либо необходимо остаться здесь намного дольше. И на этом, в принципе, я и основываюсь в том смысле, что сейчас мы еще должны пойти где-то как минимум до 5000, только потом пойти наверх. Кроме того, как мы все знаем, у нас движение рынка происходит, разворотное движение рынка происходит либо в виде такого V-образного разворота, как, скажем, вот здесь, да, то есть когда мы касаемся там свечкой, тенью свечи какого-то низкого уровня и потом идем наверх. Либо когда у нас происходит длительное накопление, как вот у нас было после рынка, выпадения рынка в 2014 году, когда мы сидели там на этом дне месяцами и только потом постепенно, постепенно, ну, давайте, мы прошли сюда где-то, да, вот здесь вот мы тут тусили туда-сюда-сюда и только потом постепенно начали двигаться вверх. Вот. И как бы один из этих вариантов должен сработать и сейчас, другого варианта по сути нет, если мы вообще надеемся на какой-то разворот, но он как бы в конечном итоге так или иначе должен быть. Так вот. Какой из этих вариантов наиболее подходит? Я думаю, что должна быть комбинация из этих двух вариантов, а именно мы должны спуститься еще пониже, потом вернуться наверх и постепенно, длительным образом копиться здесь, причем вернуться, скорее всего, опять же, вот в эту зону. И последнее, что я хотел отметить на вот этом вот, на этой ситуации с нашим недавним падением, это то, что, смотрите, у нас был такой достаточно всеми известный треугольник, да, когда мы ожидали его пробития вниз технически, и потом он у нас в итоге пробился, так и пробился вниз, хотя многие говорят, что вот он пробьется вверх. Но это был медвежий треугольник, да, однако, ну, технический, да, да, с точки зрения технического анализа. Однако, если мы посмотрим сейчас, я вот перешел в эгритмический масштаб и построим вот уже вот такую вот формацию, да, на основе того, что у нас есть новый минимум, ну, его можно, конечно, немножко тут двигать, но тем не менее, это падающий клин, и фигура падающего клина выглядит примерно, смотрите, ничего не напоминает, по-моему, очень-очень похоже. И, как бы, ну, это классика технического анализа. И все, что мы до этого видели, очень и очень подходило под стандарты технического анализа. Я думаю, что мы его отыграем и сейчас, сейчас опять, на, по крайней мере, на таком глобальном масштабе. То есть мы ждем примерно, сколько здесь получается, ну, до марта 2019 года, я думаю, мы не дотянем, я думаю, что вот конец декабря, середина декабря, возможно, где у нас будет бакт, где у нас будут пред-ETF-ные настроения, потом фиделити в январе, то есть вот декабрь-январь, максимум февраль, потому что в феврале уже будет однозначное решение по ETF. То есть в ближайшие три месяца вот этот клин еще раз, еще больше подожмется, мы клюнем его свечой вниз и пойдем уже впоследствии наверх. Наверх. Вот такое вот у меня, такие у меня ожидания от рынка. Как вы помните, мы смотрели еще и здесь на RSI, если на недельном таймфрейме посмотреть, то то же самое мы как бы можем сказать, что у нас RSI пока еще недостаточно низко по сравнению с... Ну, здесь вот невиданно нужно приходить на... Бит... Что там? Битстамп, наверное, да? Битстамп. Мотов, давайте его вернем. на вот это вот уровне арыса и у нас был где-то за заметно ниже до чем сейчас я в этом в прошлом виде то есть вот эти два момента выход из клина и уме при 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 меньшем куда-нибудь более низком уровне арысой и последующих позитивных фундаментальных новостях я думаю что нам должны отыграть нашу техническую картину в полной мере поэтому чет не все сбилось давайте вернемся назад но в общем тебя закончил уже все все что рассказать поэтому не паникуем я думаю да как я и говорил стоит докупать на падении потому что возможно что все это будет некой такой обманкой и мы увидим рост куда раньше но тем не менее вот опять те же самые более джербэнс да даже видите на недельном таймфрейме как ушли мы заметно уже ушли ниже границы более джербэнс то есть это вот вот у нас был бычий рынок мы уходили вечно топтались на этой границе вот медвежий рынок еще раз мы уходим ниже этой границы и когда мы будем заметно выше нее я думаю это будет точка разворота но пока еще мы не дошли я жду около 5000 может быть 4800 или около так такого уровня но на этом все надеюсь им было полезно следа подписаться на канал не забывайте ставить лайк и комментарий оставляйте увидимся завтра в одном апдейте удачи торговли пока